сегодня день замечательный вроде как дождя нету но вы знаете холодно опять у нас плюс 5 градусов тепла но тем не менее я хочу вам показать как выглядит феврале остров white английский маленький городок который называется рамочу кофе попить зашла в одно кафе там мне показалось дорого но я не подозревала что теперь так дорого везде цены поднялись на все вот посмотрите 375 кусочек кекса который стоил 270 и 320 стоит обычная лады капучино 320 а стоили 27 вот тем не менее людей полно приятная атмосфера в кафе посижу я здесь принесли мне кофе кофе я заказала капучино как обычно вот видите даже очень красивенько мне его сделали и я попросила знаете привыкла в таиланде что приносят воду со льдом вот я попросила воды со льдом ну вы знаете очень даже неплохо хотя вот я сейчас вам для сравнения покажу какой кофе мне подавали постоянно в паттайе опять же сейчас посмотрим и сравним это у меня кафе на пляже видите зонтик зеленый закрытый там но обратите внимание как красиво так тонко сделано вот эта вся красота наверху вот недаром говорят что тайцы они в этом плане очень рукастые они все умеют начиная с массажа и кофе кстати очень вкусный да это тоже и стоит он 45 бат что означает полтора фунта сейчас попробую показать вам вот эту вот цену меню ничего не вижу против солнца будет ли вам видно ну вот смотрите кофе 320 360 самая дешевая америка на это которая у нас говорили из ведра знаете кофе кофе вареное ведре 3 маленькая экспресса 280 ну в общем видите цены да ну и коль скоро уже у нас разговор зашел про цены я хочу вам показать я давно хотела снять такое видео как у нас изменились цены на продукты что происходит в магазинах с ценами и в частности я хочу вам показать вот теска в котором я постоянно отовариваюсь это я в теска хожу как обычно и вот вы знаете мало того что все подорожало я вам говорила об этом покажу даже сейчас чтобы не быть голословной но и посмотрите что творится вот помидоры вообще все пусто написано видите что извиняющиеся надписи вот с этой стороны посмотрите я ж нет не придумываю сейчас только у нас два часа дня ладно бы я вечером пришла и здесь опять помидоры должны быть помидоров нет вот знаете поразительная история вот смотрите что такая же история у нас с перцами болгарскими посмотрите все перевернуто и все пусто раньше весь этот стеллаж он был забит продуктами все ящики были наполнены сейчас ничего нет посмотрите вот скудный скудный выбор фунт 25 но я даже не помню они по моему стоили что-то около фунта вот эти вот упаковочки такого не не очень не очень красивого перца вот этот чуть получше уже рубший фунт 65 все пусто вот и ведь это не только здесь с овощами вот посмотрите половина уже контейнеров пустых обычный салат вот посмотрите пусто все но это по моему опять же помидоры да помидоры помидоры все пропали вот и вокруг я хожу смотрю все прилавки как-то резко резко уменьшился ассортимент вот сельдерей мой любимый который я всегда покупаю за 45 теперь он 57 хотя этой цент и 57 центов но вроде бы не так много и повысился но понимаете на 30 процентов вот например лук зеленый он всегда стоил 43 теперь он 50 центов вот в еще один ряд я захожу там где у нас обычно капуста все пусто все пусто там где должна быть капуста вот как-то как-то знаете как-то это не очень-то весело как-то это напрягает сказать по правде когда средине дня уже перевернуты все контейнеры и пустые ящики но здесь выставили сплошь капуста брокколи капуста брокколи тоже подорожала не сильно конечно но подорожала вот она стоит фунт одна штучка а стоила она по моему что-то порядка тоже 45 45 45 пенсов а вот 72 а вот наверное вот это которая стоила 45 теперь стоит 72 представляете да и потом попытались заполнить этой капустой брокколи пустое все но вот цветная капуста здесь обычно было было вот это вот еще капуста как она называется брюссельская да вот так я не хочу конечно пугать тебя и вас но тем не менее вот знаете было такое у нас когда случился ковид что были пустые прилавки я показывала вам посмотрели посмотрите кто не видел рыбка несмотря на то что ассортимент не изменился вроде бы как ну вот смотрите селедка которую я всегда покупала за 360 теперь она стоит 405 вот я знаете особенно то конечно не знаю цен всего вернее как но не запоминаю зачем мне это нужно но то что я всегда покупаю вот например лосось он стоил всегда 11 теперь он стоит 14 вот этот вот форель это вообще веселая история когда-то она стоила 450 килограмм потом поднялась на 5 а теперь уже 660 видите и очень сильно подорожал лосось смотрите показываю вам расфасованную рыбу этот опять же сальман лосось посмотрите 850 1140 13 16 я не помню таких цен здесь на расфасовках и даже 6 даже 550 не помню даже в самых дорогих магазинах типа мнс я покупала тогда с мужем мы покупали с рентоном я ему солила ему очень нравился этот сальман соленый 332 кусочка и 32 кусочка теперь он стоит вот такой 550 и при том что это не в самом дорогом магазине автеска можете себе представить как выросли цены еще меня всегда знаете что удивляет вот хлеба вроде много а вот черного хлеба ржаного который я люблю и предпочитаю его практически нет вот здесь вот он есть в одном единственном месте сейчас если а нет даже здесь не вижу он называется рай бред рай это это рожь а вот до край смотрите вот до край бред 240 он неплохой я его возьму наверное да и это единственный ржаной хлеб который здесь можно найти остальное все вот эти вот белые булки вот еще эти багеты французские тоже я их всегда брала раньше вот он стоил этот багет 87 пенсов теперь он стоит фунт 5 таким же образом у нас подорожала сахар и яйца сахар и яйца подорожало молоко ну то есть все такие продукты первой необходимости не знаю я все все ведь я не проверяю же говорю что я смотрю только то что покупаю сама давайте сахар покажу вам вот он сахар вот такая вот одна килограммовая упаковочка она стоила а вот который самый дешевый такой упаковки килограммовый он стал 65 теперь он стоит 95 вот во сколько он подорожал насколько на 50 процентов почти на вот этот 225 но он по-моему и был тоже дорог из дорогих обратите внимание с яйцами вдруг тоже перебои выбора никакого прилавки все пустые и это как я уже вам сказала два часа дня у нас можно конечно найти дорогие из дорогих 250 можно найти с голоду как говорится не умереть не получится тем не менее удивительно почему так резко пропали продукты сейчас может быть у них здесь даже то что сейчас не исчезла похоже что просто до продуваются складов потому что нет нет и опять вот такие вот проемы то есть люди покупают ах пополнять товар уже не чем хотела показать вам копченый бекон который был очень недорогой замечательно я всегда его брала он стоил 57 пенсов теперь он стоит 85 вот видите но его еще и нет также здесь наполовину все так знаете ну не наполовину но прилавочки опустили теперь уже конечно и не вспомнишь что тут раньше было на этих полупустых прилавках ну вот тем не менее вот таких здесь проемов пустых не наблюдалось раньше это вот опять утка которую я всегда покупала утиные ножки они стоили 350 теперь они стоят 480 но они грудка вот а грудка не вижу не знаю думала что это грудка тогда это грудка 8 фунтов 8 фунтов филе вот так я даже не поверила своим глазам потому что засомневалась я думала что 8 фунтов какая-то цена для на другое не раньше 8 фунтов стоила целая утка но это вообще немыслимая история друзья и потом не могу я сказать что большой выбор кур раньше куры по цене любой продавались сейчас остались только дорогие эти куры 620 странного желтого цвета вот здесь вот куры недорогие вроде бы как которые всегда стоили 250 теперь они стоят 356 вот и вот так вот я же говорю озвучиваю вам те цены которые я помню с оливковым и с подсолнечным маслом ничего не изменилось со времен этого к вида посмотрите вот один единственный сорт самый дешевенький раньше он стоил фунт 5 по моему ли фунт 15 теперь пожалуйста 240 ну то есть это что больше чем два раза подорожало это дело и главное что все это так как-то знаете ненавязчиво и никому не объявляли об этом повышение цен вот это вот фирма я всегда брала кукурузное масло мне оно нравилось именно этой фирмы мазола по моему если я правильно произношу она стоила опять же по моему 270 вот эта бутылка теперь она стоит 4 ну это кошмар просто да вот это топленое масло показывала вам тоже его кто смотрит часто мои видео помнит наверное это топленое масло стоило 470 когда я его покупала теперь она стоит 540 такая же история произошла сейчас если найду покажу вам катастрофически подорожали вот эти вот жиры вот гусьфат гусиный жир 430 он стоил по моему три фунта а вот дакфат утиный жир я его даже использую даже до сих пор у меня баночка не до конца использованная он стоил вообще 270 430 также как и гусины нормально да англичане ходят не недоуменно и озадачена молча на все это смотрят вот некоторые например некоторые ряды некоторые прилавки все полным полны вот майонез например с ним ничего не случилось все вот эти вот маринованные овощи вот видите здесь вроде бы как так как было и раньше то есть раньше было все так везде все везде вот так забита продукт это скорее всего все равно пополнятся и привезутся новые вот то что так цены возросли это конечно очень печально вот такая сегодня у меня для вас съемочка пишите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу кому понравилось конечно же не забудьте поставить пальчик вверх а я на этом с вами прощаюсь друзья всего вам доброго еще увидимся берегите себя всем пока 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 я я я я Продолжение следует...